Я еще раз приветствую всех участников. Зовут меня Иван Александрович Керстинин. Википедия под этим же мигом. И сейчас я немного расскажу о том, что уже делается с данными в уже существующих в России википедии. В российском районе. Смотрите, какая проблема у нас существует. Очень часто в качестве источника данных для статьи используются некая внешняя база данных. Часто она бывает практически единственным источником, по которому создана первоначальная версия статьи. Например, статьи о реках делались на основе государственного годного реестра. Статьи о населенных пунктах делались частично на основе база акка. Административно-технического отделения. То есть, в какой-то момент времени была взята текущая версия соответствующей базе данных. И либо ботом роботом, если кто-то... Хотел здесь, наверное, те википедии. Либо ботом, либо вручную эта версия база данных была фактически сконвертирована в формат википедии. Проблема заключается в чем? После этого момента времени статья начинает меняться. База данных тоже не стоит на месте. База данных, как правило, тоже начинает меняться. Например, база акка периодически изменяется и относятся данные о изменившемся территориальной модели. И таким образом статьи устремлены. Проблема усугубляется тем, что таких статей, как правило, многие тысячи. Потому что созданы на них ботом и реальные возможности обработать и поддержать их всех руками у сообщества фактически нет. Есть, на самом деле, еще обратных объектов. То есть, смотрите, есть прямая проблема, связанная с тем, что дата обновления из баз данных не поступает фактически в статьи википедии. Есть обратная проблема в том, что изменение википедии, например, исправление ошибок в баз данных, не поступает в баз данных. Но это, пожалуй, уже проблема не для этих инфляций. Есть сейчас про криминальный вопрос. У меня был опыт о организации подобных связей с организацией нескольких баз данных с примерным успехом. С каким-то базами данных у меня получилось сделать это очень хорошо, с каким-то базами данных у меня получилось сделать это не очень хорошо, с каким-то не получилось совсем. Я сейчас расскажу, наверное, о двух примерах, где это более-менее получилось. Один пример, где получилось довольно хорошо, это база данных курсов ВАЮ. В качестве источника данных там используются курсы с сайта Центробат. Эта база обновляется практически каждый день. До того, как начали заниматься этими проблемами, курсы во многих статьях не обновлялись по несколько лет. То есть за это время они устояли просто безнадежно. Что было сделано? Проблема в чем? Информация по курсам, она распространена по большому количеству статей во многих статьях, в разных статях, например, и на постстатей не фиксирует. Потому пытаться обновлять сами статьи, получая серьезные. Отсюда возникла мысль о необходимости отделения данных от самих статей. от того, как эти данные формированы, где они представлены, в каком формате и так далее. Для этого эти данные были вынесены в отделе Шарлона. Таким образом объявились данные вот в отображении. Следующий момент, который возник. Выяснилось, что к тем данным, которые поступают от санкарбанка, необходимо вносить поправки. В частности, в этих графах отсутствовали фиксированные курсы, в которых создаваться не было. Но смысл в том, что данные разделились на некую часть, которая обновляется постоянно, и некоторые поправки. Дальше был создан просто код, который вам ежедневно забирает данные результаты. Санкарбанка и загружает их википедии. Владимир Шарлона. Здесь есть одна проблема, с которой… Проблема несоответствия этого механизма базового лица википедии, на самом деле. Проблема у нас задекларирована свободный и равный доступ ко всем частям википедии, ну или почти всех, всех участников. Но проблема заключается в том, что при таком механизме код практически монетализирует некоторые части википедии. В случае, если участники, вот так как это обычная страница, обычные шатлоны, участники, в принципе, могут, конечно, туда что-то внести, но могут при очередном обновлении просто заткнуть. Вот здесь и есть вот такой подводок.